Как продвинулся проект двигателя Дуйнова в январе? Подведем итоги первого месяца года и вспомним ключевые достижения. На строительной площадке, где возводится инжиниринговый центр Совелмаш, полным ходом велись бетонные работы. Завершена заливка бетона в административно-бытовом корпусе. Сначала было залито межэтажное перекрытие на втором этаже, затем на третьем. Сейчас осуществляется прогрев залитого бетона. На третьем этаже опытно-производственного корпуса осталось залить последнюю карту межэтажного перекрытия. Кроме того, заливается бетоном последний лестничный марш. Подготовлена опалубка для заливки. Строители завершили заливку крыши другого марша, лестнично-лифтового. Осуществляется прогрев залитого бетона. Продолжился монтаж ограждающих конструкций. На третьем этаже он практически завершен и начался на втором. Площадь смонтированных внутренних частей стен заметно выросла. Строители начали поднимать на третий этаж опытно-производственной и складской частей здания материалы для дальнейшего монтажа стен. Специалисты компании Астрон начали работать с теплоизоляцией и внешней облицовкой стен. Закладывается утеплитель, затем он закрывается внешними сэндвич-панелями и здание приобретает все более завершенный вид. Это новый этап в строительстве проектно-конструкторского технологического бюро Совелмаш. В проекте инжинирингового центра предусмотрены все необходимые меры противопожарной безопасности. Строители продолжили возводить из пеноблоков противопожарный разрыв между производственным и административно-бытовым корпусами. Стена уже выросла выше уровня третьего этажа. Осталось совсем немного до ее завершения. Также металлокаркас здания обрабатывается специальным противопожарным составом. В дальнейшем строителям предстоит завершить кровельные работы, монтаж окон, дверей и другие задачи. Новые модели электродвигателей со славянкой прошли тестовые испытания в Китае. Руководитель компании АСПП Байхай Виктор Арестов рассказал, что двигатели ДА-100С и ДА-100СЛ будут сняты с производства. Им на смену придут новые четырехполюсные. Они будут чуть меньше по размеру и весу, но с улучшенными техническими характеристиками как по КПД, так и по скорости. Моторы будут установлены на мотоцикла со скоростями 110-120 км в час и на автомобиле, где требуется скорость 70-80 км в час. Еще один новый двигатель, но меньшего 80-го габарита, будет использоваться на более легком транспорте. При этом АСПП Байхай продолжит выпускать двигатель ДА-90С. Он пока незаменим. В тестах все моторы показали себя отлично. Серийное производство новых электродвигателей со славянкой стартует после празднования китайского нового года. Весь январь велись технические работы в личном кабинете. Они нужны для того, чтобы пользователям было удобнее работать с платформой. Работы близятся к завершению. Специалисты устраняют оставшиеся недочеты. Если вы заметили ошибки в личном кабинете, дождитесь завершения работ. Все они будут исправлены. Мы продолжим рассказывать вам о том, как развивается проект двигателя Дуйнова. Следите за нашими новостями в социальных сетях. Поделитесь этим видео со своими друзьями и коллегами, чтобы поддержать проект.